Всем привет, вы на канале это Кюниан, и в сегодняшнем видеоуроке по Adobe Photoshop я расскажу про новый инструмент в новом Photoshop CC 2020, а именно Object Selection Tool. Давайте же посмотрим как он работает и что он из себя представляет, поехали! Итак, начнем наш видеоурок, он выходит немного с опоздания, по одной простой причине, потому что материал, который был записан на вторник, он немного получился битым и приходится все записывать в полевых условиях дома. Но ничего страшного, вот программа Adobe Photoshop, и все кто обновился старого CC19 на CC2020, вы могли заметить, что у вас появился в панели инструментов вот такой вот новый инструмент Object Selection Tool. То есть грубо говоря, с помощью пары нажатий клавиш и мыши, вы можете элементарно выделить объект на фоне, для того чтобы в дальнейшем сделать из него грубо говоря PNG. То есть приближаемся вот сюда, видим, что инструмент в принципе хорошо все выделил, но есть некие недочеты, для того чтобы их подправить, просто зажимаете клавишу Alt, у вас включается инструмент в минусовом значении, как в Quick Selection Tool, и мы убираем здесь вот лишнее. Для того чтобы это все подправить, опять же зажимаем Shift, и Shift там убираем. Видим, что через раз он воспринимает все команды, так что приходится все равно включать старый Quick Selection Tool, и это все дело подправлять. Quick Selection Tool выделяем так, как нам нужно, здесь опять же подправляю, сейчас я подправлю. Ну вот я в принципе Quick Selection Tool все подправил, и получилось уже что-то более-менее похожее на правду. Ну в принципе инструмент довольно-таки интересный, он помогает немного сократить времени, тем что он выделяет вес объекта, а вы там уже немного просто подправляете с помощью Quick Selection Tool, а что очень-таки удобно. Давайте откроем еще одну фотографию, вот у меня петличка на белом фоне, и попробуем ее тоже выделить. Опять же открываем Object Selection Tool, но кроме того, что здесь можно работать с помощью ректангла, которым я ранее пользовался, мы можем пройти в верхнюю часть окна Adobe Photoshop, где есть параметры настройки данного инструмента. Большая половина из них это такие же настройки, как и в X Selection Tool, но в режиме Mode вы кроме ректангла можете выбрать еще режим LASSO, то есть выделять не прямоугольником или же квадратом, а выделить это все дело с помощью LASSO, так как вам это нужно. То есть вот так вот клац, и видим, что Photoshop все выделил так, как мы обводили, но есть такие недочеты вот таких вот местах, когда или же не выделяется, или же выделяется лишний фон, что не очень для нас хорошо. То есть приходится зажимать клавишу Shift, включать инструмент в плюсовом значении и показывать ему, что нужно выделить еще вот это. Так что опять же приходится возвращаться к Quick Selection Tool, и с помощью Quick Selection Tool это все дело правильно довыделять. Ну и после того, как вы все выделили, вы по классике переходите в Select and Mask, и в Select and Mask вы все задаете в параметрах, там сколько вам всего там нужно, нажимаете там клавишу OK, там создать, точнее создать и с маской, потом клавишу OK, это все дело выводится, и далее выводите свою PNG-ку из программы Adobe Photoshop. Ну а на этом закончим наш видеоурок. Напишите в комментариях, что вы думаете об данном инструменте, в принципе об новом Photoshop CC 2020, я еще буду искать новое введение в новом Photoshop, и буду вам про них рассказывать. Ну и на этом уже и закончим, всем спасибо за просмотр и всем пока!